Всем привет, я Екатерина Шумила и вы смотрите блог на Политека Ньюс. Сегодня в ГБР проходил допрос Петра Порошенко по делу о назначении Сергея Семочка, замглавы службы внешней разведки. Пятый президент проходит по нему как подозреваемый. Следствие считает, что бывший глава государства превысил полномочия, не согласовав кандидатуру Семочка через СНБО. В этот же день Печерский суд Киева продолжил избирать Порошенко меру пресечения по этому делу. Начал он это делать 18 июня, но в связи со смертью отца бывшего президента перенес заседание на сегодня. Фемида крайне неторопливо работает по Порошенко. Подозрения ему объявили еще 10 июня, а избрать меру пресечения не могут уже скоро как месяц. Шарахается из стороны в сторону и следствие. Сначала оно просило для бывшего гаранта содержания под стражей, но в день суда переменило наличное обязательство с запретом на выезд за границу. Что происходит, рассказываем дальше. Напомню, что Порошенко подозревают в совершении действий, которые привели к превышению полномочий руководителя службы внешней разведки. Речь идет о том, что он, будучи президентом, склонил руководителя службы внешней разведки Егора Бошка к незаконному указу назначения заместителем Сергея Семочка. Об этом уже подробно мы рассказывали в блоге, можете пересмотреть его. Ну а сегодня защита Порошенко заявила, что Венедиктова сфабриковала постановление о вручении подозрений пятому президенту Украины. Вчера Венедиктова записала видео, где заверила, что подозрение Порошенко было составлено и сообщено в соответствии с действующим законодательством. Адвокат Порошенко Новиков записал видеоответ генеральному прокурору Венедиктовой и утверждает, что в офисе генерального нарушили процедуру во время вручения подозрения Порошенко. По его словам, чтобы вручить подозрения Порошенко, Генпрокуратура должна была показать три документа. Первое – сообщение о подозрении, постановление о доверенности на совершение процессуальных действий и само поручение об осуществлении процессуальных действий. Похоже, что генеральная прокурорка Украины считает, что мы с вами живем в эпоху тикток-правосудия, когда можно записать видосик, а не обосновывать свою позицию и не признавать своих ошибок. Но это не так. Кстати, кто не знает, тикток – это ресурс для создания и распространения коротких мобильных клипов, очень популярный среди молодежи, ну и не только. В Государственном бюро расследований сообщили, что Петр Порошенко, который сегодня пришел на допрос, отказался давать показания в бюро. Главный следственного управления ГБР Вадим Примачок сказал, что Порошенко пришел к следователю ГБР для допроса в качестве подозреваемого. Он отказался от дачи показаний по сути предъявленного подозрения, также ему вручилась повестка на допрос на другие даты, но он в присутствии понятых отказался получать указанные повестки. Как и в прошлый раз, сегодняшний допрос сопровождался целым театром. В поддержку Порошенко пришли его сторонники. Перед судом Порошенко произносит ту же речь, что и перед ГБР. Говорил он более 8 минут. Они думали, мы испугаемся, что мы будем прятаться, что мы никогда больше не выведем людей. Мы точно не дадим пятой колонии сдать в аренду правоохранительные органы и таким образом уничтожить Украину, заявил Порошенко. Он также добавил, что готов признать свою вину в нескольких обвинениях ГБР. Это приказ контрнаступления в июне 2014 года и освобождения части Донбасса. Приказ военным кораблям Украины двигаться через Керченский залив для защиты украинских городов с моря. Назначение руководителей разведки страны для обеспечения деятельности этого подразделения войск. Разжигание межрегиональной розни и получение Томаса про автокефалию. Свою речь закончила благодарностью всем, кто пришел его поддержать. Поблагодарил свою жену Марину, что она как настоящая первая леди всегда с ним. Напомню, прокуратура на прошлом заседании суда смягчила ходатайство о мере пресечения для Петра Порошенко почти до предела. Просит суд определить Порошенко личные обязательства. Ограничение лишь одно. Ему нужно будет сдать загранпаспорта. Поэтому, по сути, единственная интрига, которая сохраняется, это запретит ли суд Порошенко выезд за границу или даже это требование отбросит. У бывшего президента считают подозрения, да и само дело необоснованным и ссылаются на позицию бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку. Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, дело о котором идет речь, это дело о назначении господина Семочка заместителем главы службы внешней разведки. Это абсурд. Бывший генпрокурор господин Рябошапка говорил, что это юридический трэш. И так оно на самом деле есть. Это юридический трэш, сказал он. По словам защиты Порошенко, у нынешнего генпрокурора Ирины Венедиктовой ушло почти три месяца, чтобы принять решение и подписать проект этого подозрения. Она могла подписать его с первого дня после своего назначения генеральным прокурором. Она не имела воли все это делать. Она понимает, что подписание такого без основательного подозрения означает реальную перспективу для нее самой быть привлеченной к уголовной ответственности, подчеркнул Новиков. Ну а генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что за сто дней ее пребывания на должности осуждены к ограничению или лишению свободы тысячи человек. И обещает, что приговоры в отношении топ-коррупционеров и политиков первого эшелона еще впереди. Так что мы ставим три точки и продолжаем следить за этим цирком в прямом смысле этого слова. Ну а вы, дорогие зрители, оставьте свое мнение в комментариях, что вы думаете про преследование Порошенко. Во-первых, считаете ли вы это преследованием и должен ли он отвечать и за что именно. Очень интересно узнать ваше мнение. Ну и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий блог. ПОДПИШИСЬ!